Дорогие друзья, уважаемые товарищи, сегодня, накануне официального праздника Дня России, который призван консолидировать все общество, мы предлагаем программу и законопроект, имеющий стратегическое общенациональное значение. Это закон о промышленной политике. В субботу, 8 июня, в колонном зале Дома Союзов состоялся Всероссийский съезд народных депутатов-коммунистов всех уровней и всех регионов страны. Всего 1200 человек. Парламентская вертикаль партии собралась, чтобы объединить, а не раскалывать государства, предлагая нашу концепцию левоповорота, курс на создание левоцентристского правительства народного доверия. Одним из важных факторов здесь является предложенный нами курс на оздоровление экономики и закон о промышленной политике, который объективно назрел. Мы предлагаем надфракционный консолидирующий законопроект в интересах всего народа и экономической безопасности России. От имени Комитета по промышленности он уже направлен лидером всех парламентских фракций с предложением присоединиться. Лидер нашей партии на встрече с президентом страны также представил его и Путин обещал рассмотреть. Таким образом, наша программа новой индустриализации сейчас конкретно выливается в представленный новый законопроект о промышленной политике и промышленном развитии в Российской Федерации. Мы подчеркиваем, что коммунисты никогда не занимались голым критиканством и популизмом. И сейчас это программа и законопроект, которые в случае их принятия дадут перспективу развития промышленности. В чем суть программы и законопроекта? Он будет гарантировать планирование в промышленном секторе и финансирование государством наиболее технологических секторов на 3, 6 и 12-летние циклы и в целом до 30 лет. Соответственно, закон будет увязан с законом о государственном стратегическом планировании, которое сейчас проходит второе чтение. Представленный закон предусматривает контроль над промышленным развитием и новой индустриализацией через создаваемый Национальный промышленный совет, который корректирует промышленную политику каждый год. Он предусматривает значительное увеличение рабочих мест через систему финансового стимулирования государством и систему госзаказов. Особенно относится это к оборонно-промышленным комплексам и предприятиям, работающим по выполнению заказов по линии ФС-ВТС. Сейчас они объективно начали дышать. 20 триллионов рублей, объявленные Путиным для переворужения армии, возможно, будут корректироваться. Этих денег пока в бюджете нет. Но нам надо делать все, чтобы эта тенденция сохранилась. КПРФ всегда выступала за повышение уровня безопасности и обороноспособности страны. А сделать это могут только сохранившиеся 1300 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Нашу программу и закон поддержат миллионы рабочих на предприятиях, поскольку они увеличат их зарплаты и смогут привлечь в расширяемое производство еще 5 миллионов рабочих рук. Это только докажет, что вопросы социального характера остаются нашим общим приоритетом. Мы также предусматриваем программу обучения новых кадров через систему специализированных профессиональных колледжей и учились при предприятиях. Новому производству 21 века нужны новые интеллектуальные тружники. И мы всегда заботились о них. Почти год мы работали над нашей программой и законом, привлекая и Торгово-промышленную палату России, и Академию наук, и ведущих производственников страны. Сейчас о необходимости закона заявили и председатель Совета Федерации, и министр промышленности. Значит, мы на правильном пути. Закон назрел. Экономические показатели 5 лет, последующих за кризисом 2008 года, и вы это прекрасно знаете, показывают слабый рост промышленного производства, которого явно недостаточно, чтобы решить поставленную президентом задачу технического перевооружения и возрождения отечественной промышленности, являющейся основой экономической и национальной безопасности страны. В свою очередь, правительство разрабатывает программу деятельности до 2018 года, исполнение которой призвано сделать экономику страны конкурентоспособной и эффективной, и обеспечить устойчивый экономический рост ВВП на 4-5% в год за счет модернизации технологической базы и инфраструктуры. В этой связи проект Федерального закона о промышленной политике и промышленном развитии Российской Федерации, который мы разработали, в случае своего принятия, представить президенту и правительству эффективный механизм поддержки промышленного развития страны, позволяющий на макроэкономическом уровне оперативно принимать меры государственной поддержки отраслей промышленности, а также отдельных промышленных комплексов и кластеров. Наш законопроект определяет цели и задачи промышленной политики, а статьями с 5 по 8 определяется совокупность трех документов промышленной политики. Первое. Основные направления промышленной политики. Второе. Государственные программы развития промышленности России. Третья. Национальный доклад о реализации государственной программы развития промышленности страны. В целях обеспечения эффективного взаимодействия органов государственной власти и субъектов промышленной политики при решении вопросов промышленного развития государства, статья 9 законопроекта предлагается в создании при Президенте Российской Федерации Национального промышленного совета, председателем которого предлагается определить заместителя председателя правительства, осуществляющая организацию и координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти по реализации государственной промышленной политики и государственной политики по военно-промышленным вопросам. К функциям этого Совета планируется отнести 1. Обсуждение и утверждение проекта национального доклада о реализации государственной программы развития промышленности, который будет являться составной частью ежегодного отчета правительства Государственной Думы. 2. Заслушивание отчетов руководителей федеральных органов исполнительной власти о ходе реализации государственной программы развития промышленности и подготовке предложений правительству Российской Федерации по внесению изменений в государственную программу развития промышленности в случае изменения экономической и политической ситуации, а также в случаях выявления критического состояния в отрасли и промышленных комплексах или кластерах промышленности России. Третье. Согласование документов государственного стратегического планирования, определяющих экономическое развитие страны на ближнюю, среднюю, дальнюю перспективу, а также документов, определяющих социально-экономическое развитие Российской Федерации и меры по обеспечению национальной безопасности государства. В качестве механизма реализации промышленной политики статьей 10 законопроекта предлагается государственной программе развития промышленности выделить три группы субъектов промышленной деятельности. Послушайте, это важно, это три наших приоритета промышленности. Первая группа – субъекты промышленной деятельности, занимающиеся направлениями, важнейшими с точки зрения обеспечения экономической и национальной безопасности государства. Вторая группа – субъекты промышленной деятельности, занимающиеся новыми направлениями, выявленными в инновационных центрах, научных учреждениях и научно-производственных организациях, и нуждающихся в приоритетном развитии. Третья группа – субъекты промышленной деятельности, занимающиеся новыми направлениями деятельности, являющиеся в то же время важнейшими с точки зрения обеспечения экономической и национальной безопасности государства, и нуждающиеся в приоритетном развитии в масштабной государственной поддержке, то есть наиболее значимые локомотивы промышленности. Экономические меры поддержки для каждой из трех групп субъектов промышленной деятельности определяются в виде набора налогово-финансовых, таможенных и иных мер поддержки и соответствующих разделах законодательства Российской Федерации, регулирующих хозяйственную деятельность. При этом законопроектом устанавливается, что отнесение какой-либо отрасли к той или иной группе будет осуществляться постановлением правительства, что ускорит процедуру включения мер поддержки по результатам анализа реального положения дел. Законопроект также не исключает возможность отнесения к одной из групп субъектов промышленной деятельности, нуждающихся в государственной поддержке, отдельных коопераций предприятий, отвечающих за сверхважные направления, например, за создание принципиально новых видов оружия, добычу и производство редкоземельных металлов или за разработку сверхпрочных и жаропрочных сплавов. Поддержка оборонно-промышленного комплекса, станового хребта промышленности здесь у нас просматривается довольно четко. Заключительной статьей 13 определяется срок вступления в силу Федерального закона о промышленной политике, это 1 января 2015 года. После накопления практики применения Федерального закона о промышленной политике в законодательство могут быть внесены изменения, расширяющие, сужающие или уточняющие перечень мер поддержки в случае необходимости. Рамочный закон о промышленной политике и промышленном развитии Российской Федерации в случае своего принятия представит правительству максимальную свободу оперативной деятельности в сфере регулирования промышленного развития и позволит президенту в лице Национального промышленного совета осуществлять контроль за эффективностью оказания мер поддержки, а также результатами взаимодействия органов государственной власти и субъектов промышленной деятельности в ходе исполнения государственной программы развития промышленности. Стратегически закон о промышленной политике, развивая президентский закон о государственном стратегическом планировании, должен придать устойчивое развитие локомотивам промышленности. Это оборонно-промышленный комплекс, точное машиностроение, авиакосмическая и атомная промышленность, что всегда являлись основой с 50-х-60-х годов развития нашей экономики и промышленности. Таким образом, с учетом усиливающегося мирового экономического кризиса и надвигающейся военной угрозы, времени у нас, товарищи, крайне мало. Неслучайно президент Путин в резкой форме стал ставить перед правительством и отдельными министрами вопросы об эффективности их работы в связи с невыполнением предыдущих его указов и соответствия занимаемым должностям. Наш законопроект о промышленной политике – своеобразная системная поддержка президенту в его стремлении навести порядок во всех государственно образующих сферах экономики и социальной жизни. Придать, образно говоря, кораблю «Россия» устойчивое планируемое движение, не попасть на рифы, естественные и искусственные, которые со всех сторон ему угрожают. Наше предложение выдвинуто, наша рука протянута. Просим ее поддержать. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова